Добрый день вам! Я приветствую вас на занятии по всеобщей истории. Что мы с вами сделаем? Перед вами пройдет обзор трех последних уроков, и после этого вы пройдете тест. Первая буржуазная революция. Революция, вы прекрасно знаете, это переворот в стране, который приводит к смене власти. Буржуазная, то есть к власти приходит буржуазия. Это капиталисты, предприниматели. А до этого кто был? Короли с опорой на крупных землевладельцев. То есть это феодальный строй, когда есть абсолютная власть короля, есть сословие любимчиков у короны, это феодалы, и есть зависимые крестьяне, или как в России это были крепостные крестьяне, которые обслуживают, обеспечивают всех, всем необходимых. Есть еще и духовенство, и вопрос вероисповедания в Европе стоял очень остро. После 1517 года, после 95-ти тезисов Мартина Лютера, начинается реформация, и появляется третья ветвь в христианстве, протестантизм, и это вы тоже прекрасно помните. Но феодальные отношения устаревают. Как человек вырастает из какой-либо одежды, так и приходит ему на смену, феодализму приходит на смену новый общественный порядок, новые отношения стучат в дверь. Старые уходить не хотят. И вот в Нидерландах еще в 16 веке и в Англии в 17 веке происходит насильственное свержение отживших феодальных порядков, как бы выпровождение их из жизни общества. Нидерланды, вспомним, маленькое продвинутое государство на северо-западе Европы. Вы помните, что Антверпен после великих географических открытий стал центром мировой торговли. Очень бойкое место, трудополюбивое и предприимчивое население. Многие жили на землях, которые находились ниже уровня моря. Поэтому и название такое Нидерланды, низовые земли. Здесь ко двору пришелся протестантизм, без пышных обрядов, без денежных поборов, без индульгенций, мотивирующий на достижение земного успеха. Но эта маленькая страна, продвинутая, богатая, находится под властью Испании. Там, где традиционные феодальные порядки и католическая религия. Королям испанским нужна только золотая монета. Они душат налогами страну. А за свой выбор веры фанатичные Карл V и Филипп II приговаривают всех жителей Нидерландов к сожжению. Инквизиция изверствует. Первая сотня тысяч людей уже сожжена. И начинается национально-освободительная борьба. Она с иконоборческого движения, а затем, это как протест против инквизиции, а затем в северных провинциях она перерастает во всеобщее восстание. На время примкнут и южные провинции. И в итоге завоевали свободу. Семь северных провинций провозглашают создание Республики Соединенных Провинций или Голландии. И в 1609 году борьба за независимость заканчивается тем, что на карте мира теперь есть независимая Республика Голландия. А в ней свобода вероисповедания. А в ней свобода предпринимательства. То есть свобода заниматься бизнесом. Это была первая успешная буржуазная революция в Европе. Ну и в мире. 17 век. Английская революция. Она проходит сначала в форме гражданской войны, а затем в виде бескровного перехода власти. Начинается она абсолютизмом в Англии, а заканчивается парламентской монархией, ограниченным королевской власти. Короли из династии Стюартов хотят править единолично. Игнорирует существующий с 13 века представительный орган, парламент. Задевает король очередную войну, ему нужны налоги, и вот он и конфликт. Без парламента новые налоги не будут иметь силы. Парламент, наконец, создан, он принимает реформы, ограничивает власть Карла Первого. Вот здесь. Были ли здесь противоречия на религиозной почве? Да, были здесь. Английская церковь после реформации англиканская, как коктейль католицизма и протестантизма. Вот она с одной стороны, а с другой стороны Пуритане. Они выступают за полное очищение церкви от католических догм, установок. Пуритане вынуждены покидать родину. В 1607 году 102 таких беженца, странника Пилигрима, высадились в Северной Америке, на территории современной вершины. И там начнется история создания нового государства, известного сейчас как Соединенные Штаты Америки. А в Англии с 1640 года начинается конфликт между королем и парламентом. Страна раскалывается на два лагеря. На тех, кто за короля, это кавалеры, и тех, кто за парламент, это круглоголовые. Начинается гражданская война. Армия нового образца, так называемые железнобокие Оливера Кромбеля, способна победить армию парламента. Армию Карла I, прошу прощения, которого впоследствии приговорят к казни. И вот короля нет, нет и монархии. Закончилась гражданская война установлением республики. В однопалатный парламент теперь избирают очень состоятельных людей. Но простой народ, ну, как это всегда и бывает, не получает в результате войны ничего. Разрождаются протестные движения. Они силой подавляются. И республика вырождается в военную диктатуру. Оливера Кромбеля провозглашают пожизненным лордом-протектором республики, то есть покровителем-защитником. А власти у него куда больше, чем у казненного короля. Сам Кромбель из семьи мелких дворян, в звании капитана он начинал командовать парламентской армией и поднялся благодаря военным победам. Возглавил затем исполнительную власть и, пользуясь военной силой, установил свою единоличную диктатуру. Вел успешные войны против Шотландии, Ирландии, Голландии, Испании. После его смерти пришедшие к власти состоятельные люди нуждались в порядке, в сильной руке. И они решили реставрировать, то есть восстановить монархию, но ограничить ее только исполнительными полномочиями, только исполнительными функциями. А законодательная власть должна была остаться у парламента. И право голоса имели только состоятельные граждане. Те самые 250 тысяч мужчин из 5,5 миллиона человек. Вернули Стюартов, они не очень охотно соглашались с ограничениями. А вот Вильгельм III Аранский, их родственник, охотно принял биль о правах, по которому Англия стала парламентской или конституционной монархией. А граждане, вернее подданные, получили свободу слова, дебатов, ограниченное избирательное право, свободу подачи петиций и, конечно, право заниматься предпринимательством. Вот таким образом мы с вами вспомнили основные события в Нидерландах и в Англии в XVI и XVII веке. Соответственно, ваше задание – выполнить тест первой буржуазной революции. Для особой категории людей у меня тоже отдельное задание. И выполненные тесты вы присылаете мне. Присылайте мне их в дневное время. Если опять они будут приходить ко мне до и после полуночи, буду минусовать за это баллы. На сегодня все. Всего вам доброго. До свидания.